Продолжение следует... Мы переходим от такого вот массивного, что ли, так сказать, обсуждения темы, переходим очень к частному вопросу. Я расскажу про очень частную проблему. Постараюсь сделать покороче. Я буду обсуждать запрет употребления крови в пищу, который встречается в Торе несколько раз. Эти книжки встречаются в разных книгах. Или в теоретической традиции, если во второзаконии не употребляют кровь в пищу, а выливают на землю, как воду. И в жреческой традиции, начиная с книги «Брешит, не ешьте мясо, в котором есть жизнь», то есть кровь. Но я буду обсуждать текст несколько модифицированный. Это в книге «Левит», где кроме запрета не есть кровь, или не употреблять в пищу кровь, лучше сказать, поскольку там содержится основание, ритуальное основание этого запрета, оно представляет определенный интерес. То есть я вот выписал текст полностью, тот кусочек из книги «Левит», где формулируется запрет с обычным основанием. Потом идет мотивирующее предложение, собственно, основание, по которому нельзя есть кровь. И еще раз повторяется запрет. Ну, собственно, я хотел бы именно один из стих книги «Левит» обсудить. Сначала я даю такой полуфабрикат, перевод, который не до конца переведен, чтобы ясно было, в чем проблема. Это основание звучит так. Собственно, вначале говорится, что если кто-то из сынов Израилевых или живущих среди них, переселенцев, будет употреблять в пищу кровь, я обращу мой гнив на того, кто употребляет в пищу кровь, и отогну его от собственного рода. Потому что жизнь живого существа в крови. Я сейчас покомментирую некоторые слова. Я дал вам ее для жертвенника, чтобы совершать над собою действие кипера. Ибо эта кровь жизненной силой совершает это действие кипера. Поэтому я сказал с вам, Израилем, что никто из них не должен употреблять в пищу кровь, и никто из живущих среди них переселенцев не должен употреблять в пищу кровь. Слово «нефэш» здесь употребляется в разных значениях. Оно очень частое, по-моему, пять раз употребляется в этом тексте в целом, а пару раз в значении неопределенного местоимения кто-то, некто, некое лицо, некий человек. Во-вторых, в значении жизненная энергия, жизнь, как пишет новый Гизениус, это то, что превращает человека и зверя в живое существо. Собственно, Lebenskraft, ну, жизненная энергия, которая локализована в крови. И в-третьих, это употребление с местоименными инкриптиками «нефэш». Это просто возвратное местоимение, ничего больше. Ну, вот, есть целое направление, есть какое-то количество авторов, которые вопреки традиционному или не очень традиционному пониманию слова кипер предлагают другое значение. В частности, один из самых знаменитых комментаторов, один из авторов самого крупного комментариев XX века, книги Ливи, Джекоб Милграм, который был один из, так сказать, новаторов, который предложил как раз слово кипер переводить в отличие от традиции. В традиции это слово передается, так во многих словарях до сих пор, ну, по-английски «atone», «to make atonement», «to expiate», «make expiation», «to expiate», «to expiate», «to expiate», «to expiate». Приблизительное соответствие русское, но искупать, что ли, совершать искупительную церемонию. Что-то в этом духе. Это, конечно, не перевод английских, немецких, французских и прочих выражений, но просто это приблизительное соответствие. У нас так обычно передаются эти слова, которые, там, «expiation» — это слово более широкое, конечно, чем, может быть, идея искупления там не содержится, но вот как это употребляется в текстах обычно, вот это есть такое, можно установить такое соответствие. А вот Джекоб Мильгером, который написал этот комментарий, а этой темой занимался гораздо раньше, с 70-х годов, он считает, что такой перевод в большинстве случаев ошибочный. Вот, английский, немецкий и так далее. Вот это, так, было бы неверно это слово переводить. Правильное значение «кипер» в культовых текстах, я должен сказать это сразу же, что слово «кипер», «пиэль», понятно, употребляется на 80% в культовых и ритуальных текстах, «кипер» в культовых и ритуальных текстах. И только 20% в других текстах мы их рассматривать не будем. Вот, в ритуальных текстах он считает, что правильный перевод был бы совершать очистительный обряд, очищать что-то или кого-то, и в качестве обоснования он приводит несколько примеров, где «кипер» чередуется или стоит в параллелизме с глаголами «тихар» – очищать, объявлять чистым, и «хите» – устранять нечистоту, очищать. Вот такую позицию он сформулировал довольно рано, но в комментарии он не очень последовательно шел по тому пути, который начертал, а чередует с традиционным, но у него есть на этой причине, по-моему, совершенно неважные, неправильные, потому что во всех культовых текстах и контекстах это слово, термин, оно употребляется единообразно, никаких оснований приписывать ему в разные значения просто нет. Ну, вот и в данном случае, в случае Левит-11, Мильграм, я перевод его выписал здесь специально, он считает, что это слово «кипер» нужно переводить, а выкупать, давать выкуп, что-нибудь в таком духе, можно сказать. То есть его перевод, ну, можно так изобразить, потому что жизнь плоти в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы выкупать свою жизнь, ибо эта кровь выкупает посредством жизни. Ну, это, я уже не разбираю всякие другие неточности, но вот основное, о чем, что постулируется этим, значит, авторам и рядом других авторов, именно какое-то особое значение «кипер» для небольшого количества текстов. То есть кроме текста Левит-17-11 существует еще пару текстов, где в таком же сочетании с «нефиш» появляется это вот «кипер». Ну, этому, эту концепцию поддерживает, вернее, не поддерживает, один из первых, кто ее ввел, это Барух Левин, потом Барух Шварц, через некоторое время был апологетом этой точки зрения, и целый ряд других имен, вплоть до сегодняшнего дня. Последняя книга, которую я читал такого рода, это книга Федора 2011 года, так что вот эта точка зрения как будто бы жива до сегодняшнего дня. И вопрос, откуда, что натолкнуло Милгрэма и других ученых, зависимых или независимых от него, на такую интерпретацию слова «кипер» в данном культовом тексте и вообще. Но поводом для спекуляции в какой-то степени послужило сближение в научной традиции, хотя без, как мне кажется, серьезных оснований, этого культового термина с юридическим термином «кофор» существительное, которое имеет значение выкуп, откуп, подкуп, даже взятка, денежная компенсация. Этот термин достаточно хорошо зафиксирован, засвидетельствован, 13 раз встречается. Ну, один пример показательный. Закон о бодливом быке есть. Рассматривается случай, когда бык забодает насмерть мужчину или женщину, и вот, если это произошло неожиданно, а быке раньше ничего такого не подозревалось, то хозяин не несет ответственности. Но если хозяин знал, если бы был прежде бодлив, и хозяина предупреждали об этом, он не смотрел за быком, и тот забодал мужчину или женщину, тогда быка нужно забить камнями, а хозяина предать смерти. Такой закон. Есть оговорка, если на хозяина наложат откуп, компенсацию, кофр, то пусть выкуп за свою жизнь, здесь другое слово, пидион используется, столько, сколько ему будет назначено. То есть можно откупиться от смертной казни, и слово кофр в этом контексте, вот оно в параллелизме с другим словом, встречается так, что его значение действительно вызывает сомнений. Но есть довольно распространенное мнение, что глаголки «пер» и существительное кофр происходят от общего корня, «копрэ». Ну и большинство словарей, соответствующие указаниям в большинстве словарей, известных мне. В словарях там кофр обозначается как слово от корня «копрэ». то же, что и «копрэ». Но этот вопрос, по-моему, не бесспорный, то есть возможно это так, возможно, но может быть и не так, это не доказано. Но сами слова употребляются как слова с вполне различимой семантикой, вполне различимы различные слова, и даже не имеют решающего значения от одного они корня происходят, родственные это слова или неродственные, это не важно. Они воспринимаются субъектами говорения, то есть людьми, которые говорят и пишут на этом языке, как разные слова, скорее всего, так. Ну вот, существенно тут не то, что эти слова родственные или неродственные, это гипотеза может быть, существенно то, что эти авторы, о которых я говорил, пытаются вывести значение «кепр» из значения другого слова, «кофы», бездостаточных на то основании. Мильграм, Шварц, Левин и многие другие, Брихто, там не буду их перечислять, считают, что в Левит 17-11, еще в двух текстах, исход 30, 11-16 и числа 31-50, глагол «кепр» является отыменным глаголом от слова «кофр», «выкуп». Соответствующее значение его приписывается. Ну, Барух Левин, собственно, начинает с этого, с этого, начинает с того, что он вводит «кепр-1» и «кепр-2». «Кепр-1» — это знакомое нам слово, культовый термин «кепр», «кепр-2» — это «пиэль», образованный от «кофр». Такая есть возможность образования от имени глаголов. Вот именно в этих текстах, в трех, в четырех местах, в трех текстах имеет особое значение выкупать или быть выкупом. bağор. Ну, каждый автор приписывает еще пару текстов к тем трех, которые имеются с такой вот идиомой «Кепр-1», «кепр-2» — «кепр-2». С таким вот словосочетанием. Но это, собственно, не меняет особенного количества этого Массу текстов. Откуда это следует? Откуда авторы, каким образом они пытаются подтвердить свою идею? Имеется текст, который я тоже выписал, с некоторыми сокращениями. Это текст о переписи, в котором уплата налога на храм приравнивается к совершению очистительного ритуала. Господь сказал Моисею, когда будут проводить перепись сынов Израилевых, пусть каждый переписчете даст Господу выкуп за себя. Тут Натан, Кофер, Навшор. Такое сочетание. То есть это так, чтобы их не постигла кара за пересчет. Пусть каждый сосчитанный даст пол шекеля в шекелях святилища и так далее. В конце концов, когда вы делаете это пожертвование Господу, Трумат, Аданай, для очищения вашего, Лакапер, Аль-Нафшатыхам, это, я думаю, так. Пусть богатый не дает больше, а бедный меньше, чем пол шекеля. Взимая с сынов Израиля, будет деньги за очищение. Здесь встречается еще раз образование как раз от нормального кипер, кипурим. Мы знаем, кипурим. В Библии так означается, йом, кипурим, день очищения, йом, кипур, более поздней традиции. Ну и это слово еще в несколько раз употребляется, восемь раз. Слово действительно абстрактное, множественное, происходящее от киппера. Мильграм, Левин, Шварц, так, собирательный, всех этих людей, которые этой точки зрения придерживаются, они полагают, что два выражения, Натан Кофер-Нафшо, стих 12, вот в этом тексте, который я почитал, и Кипер-Альф-Нафшо, 15-16, раз уже они появляются в одной перекопе, то они эквивалентны, то есть имеют одно и то же значение. Однако, это совершенно не бесспорно. Я думаю, что здесь можно говорить о параномазии. Это стилистический прием, понятный, так напоминаю, кому-то из аудитории, состоящий в намеренном сближении слов, имеющих звуковое сходство. Сочетание в одном тексте различных по значению, но близких по звучанию слов. Цель может быть разная. Этого приема, например, эмфаза, вот как пишут, скучно, придавать высказыванную изящную форму, приятную для уха слушателя-читателя, привлечь к нему внимания слушателя, эмфатическая функция. Или истолкование символа. Или истолкование слова. Экзокетическая функция. Как удачно сказано в литературно-мецклопедическом словаре, в параномазии устанавливают оказиональные смысловые связи между паронимами, то есть, близко звучанными словами, не связанными с системой языка. Ну, вот пример. В Библии этот вопрос достаточно хорошо изучен. Вот, начиная с 19 века, есть всякие статьи, монографии, которых достаточно. Например, я вот только пару примеров, может быть, один даже пример. Из Еремии. И было слово Господне ко мне, что ты видишь, Еремия? Я ответил, вижу ветвь миндаля, шакет по-еврейски. И сказал мне Господь, ты верно видишь, ибо я в возрасту шокет над словом моим, чтобы оно исполнилось. То есть, здесь форма миндаль, шакет и форма глагола, шакет, это три части, шакет, я в возрасту, я наблюдаю, свяжу, чтобы слова мои исполнились. Такого рода истолкование символов, что ли, ветви миндаль. Слова, которые совершенно никак не связаны, в смысле общего происхождения, совершенно разные слова стоят здесь в тексте. Вот, я думаю, что в тексте, который выписан в конце, это вот в конце, предпоследний текст, именно исход 30.11.16, там именно два выражения, кофр нафшо и кипер аль нафшо, первое означает выкуп за свою жизнь у себя, второе означает совершать очищение, они близки по звучанию, даже не кофр, теперь близки, а даже более пространная группа слов, здесь просто как раз устанавливается эта самая оказиональная смысловая связь. Выкуп за жизнь рассматривается как действие, разнозначное ритуальному чищению. И то, и другое умиротворяет божество. Но единственное, что в отличие от левит 17.11, речь не идет о стандартной ритуальной процедуре, ритуал присутствует здесь чисто символически. Вот, только воспроизводится типичная для частичных ритуалов целевая формула, вот, кипер аль-нефеш, или, может быть, кипер алаф, это стандартная формула, которая стоит в любом очистительном ритуале, очистительной жертве, которая встречается в жилеческих текстах. Поэтому я думаю, что перевод правильный будет такой. Сила живого существа в крови, я дал вам ее для жертвенника, чтобы завершался над вами очистительный обряд. И эта кровь очищает жизненные силы. Но это еще не все. Вот Милграм предлагая свой вариант должен был как-то объяснить, почему, какой смысл имеет эта интерпретация. Он предлагает такую вещь. В начале 17-й главы говорится, вообще вся глава посвящена жертвоприношениям, правильным и неправильным, и тому, что прось должна быть слита, а потом можно воспользоваться мясом этой жертвы, если это жертва. Или речь идет также здесь о дичи. Вот, если это не жертва, то это может быть добыча охотника, дичь. Вот в случае жертвы, о которой идет речь в том тексте, который мы обсуждаем, жертва там единственная жертва, которая предполагает соучастие жертвы жертвователя в трапезе, предполагает, что человек получает свою долю мяса и ест ее, это жертва сломит. Все остальные жертвы по разным причинам, там с сражения человек не получает ничего, получает только Бог, а в других жертвах с другими функциями человек, как правило, тоже не получает никакого мяса. То есть очевидно, речь идет о жертве Шеламима. Но Милграм так и думает, поэтому он пытается как-то этот текст переиначить таким образом, что во-первых, исключается какая-то очистительная функция, которая жертве Шеламима не приписывается. Это единственная жертва, которая никогда не уступает в качестве очистительной, ну, в традиционной жреческой традиции. Это именно эта жертва. И он совершает следующий шаг, который объясняет наличие этого кипер. Во-первых, он его перетолковывает в смысле того, что это будет выкуп. А выкуп за что? За что человек должен отдавать выкуп? За то, что он убил животное. Потому что в первых стихах 17 главы говорится, что если ты приносишь жертву животное, режешь его за пределами легитимного жертвенника, то это кровополитие. Человек несет за него ответственность. То есть в этом случае зарез животного приравнивается к убийству. с соответствующими последствиями. А вот на легитимном жертвеннике, говорит Мегр, получается так, что ты сразу откупаешься. Ты даешь выкуп Богу за совершенное преступление и таким образом решаешь вот эту проблему. Разумеется, нигде в Библии ничего подобного, ни в одном тексте, ни на нем ни малейшего намека на такое на существование такой концепции. Это, так сказать, по-моему, никаких колебаний у жертв никогда не возникает. Никаких моральных переживаний нет. И тогда в случае других жертв тоже непонятно. животных убиваются в случае любых жертв. Ест он или не ест, тогда там тоже возникает та же проблема. То есть он совершает преступление. Об этом речи как раз не идет. Как раз Ран Турф, который один из первых критиков Милграм говорил, раз здесь стоит Типер, это как-то требуется объяснить, потому что никогда во всех текстах, культовых текстах Пятикнижия Типер никогда ни в какой связи не ставится с Шаламином. Никогда. Он появляется в виде разных формул при других жертвах, именно очистительных. Именно об этом собственно формула. Это означает формула с Кипер. Есть какое-то место, по которому делается этот спор насчет того, что Кипер как с Шаламином? Или это чисто место единственное Левита 11? Потому что здесь поскольку говорится о запрете есть кровь, речь может идти только о Шаламин. вот. Но в Левит 11 стоит слово Кипер. Да, но в Левит 11 стоит слово Кипер. И здесь возможно два варианта, как мне кажется. Один вариант, который Ренторф ... Левит 11 какая? 17 Левит 17 17 11 стих. Ренторф считает, что это высказывание, это мотивирующее предложение имеет более широкое значение, не ограничивается жертвой Шаламин, а возможно речь идет об очистительных жертвах Хатат или каких-то их комбинаций с другими, возможно это более общее высказывание, которое просто усиливает запрет крови еще вот таким общим соображением. Да, то есть поскольку в каких-то случаях ты приносишь очистительную жертву и кровь используется, он Бог дает кровь для жертвенника для того, чтобы ты совершал этот ритуал и теперь в значении Мерграм понимает, не Мерграм, а Ренторф имеет в виду, что теперь традиционно интерпретируется, речь идет об очистительной процедуре. То есть он в контекст этого носит другой, более широкий контекст. А другой вариант, который сквозит у Шварца, но его не додумывает до конца по определенным причинам, он состоит в том, что это инновация кодекса святости, то есть авторов текста Левит 17 и далее. Он предлагает и жертву Шаламима рассматривать как очистительную жертву, но к сожалению это единственный текст, в котором такое случается. Поэтому эта гипотеза менее убедительна, чем предложение Ренторфа. Так мне кажется. Но во всяком случае Кипер вносит определенную проблему, если мы его трактуем традиционно очищать, а если Мельграм и его адепты пытаются истолковать как-то по-другому, это по-моему невозможно. Просто невозможно чтобы Кипер имело во всей жреческой традиции какое-то другое значение. Оно нет этого. Шварц даже называет Кипер Анафиш это такая идиома. Он считает, что это очевидно, что там речь идет конечно о выкупе. Но мне кажется это такие утверждения абсолютно безосновательные. Вот так. Вот пожалуй то, что я хотел сказать по поводу вот вот это дабритация. Как считаешь? Ну, давай. Да, я просто? Да. Хорошо. Тогда я... Я просто действительно не понимаю, чем глагол кипер разбираем вместе, принципиально отличается от киперов во всех остальных местах. У нас глагол кипер обычно переведется прелогом аль. Это некая сущность, которая до шленения действия кипер находилась в каком-то ритуально неправильном состоянии, а после шленения действия кипер оказывается в ритуально правильном состоянии. Да, именно так. Но здесь привносится некоторая идея, связанная с кофором. Она просто привносится чисто механически. Для этого нужно так прочитать. Действительно, потом думаешь, как же они пришли к такому выводу. Нужно так прочесть неправильно текст 30, 11 и так далее. Мне кажется, в этом загвоздке они прочли его неправильно. Они посчитали, что автор думает, что это этимологически близкие слова, и что Шварц у него длинное рассуждение по поводу того, что существовало несколько вариантов кипер с таким значением, и со значением «выкупать», они там смешивались где-то и все прочее. Но это, опять-таки, не доказано абсолютно. Но понятно, что в тексте про перепись там реально не происходит никакой ритуальной процедуры. Ее нет. Она просто как некое символическое действие, как условное действие. Вот, допустим, ты вносишь, платишь пол шекеля за храм, и тем самым ты совершаешь кипер, ты совершаешь очистительный ритуал. Ну, приравнивается очистительный ритуал. Я думаю, что, скорее всего, автор думал в таком плане. Традиционным для еврейского и любого литератора он просто воспользовался какими-то приемами. – Это происходит 30. – Да, происходит 30. – А там же тоже, так же самая ситуация, то есть вот эти самые сыны Израиля находятся в каком-то неправильном состоянии, вот если они никаких денег не дали и пришли за ритуалом неправильном состоянии, то это правильное состояние. – Да, конечно, но это понятно, что… Но ритуал-то здесь… Они не режут быка для того, чтобы стать правильным, они всего лишь заплатили пол шекеля. Вот. Вот. Ну, нет. И, конечно, ничего. Я думаю, что это просто применение… То есть отсылка на ритуал такая, как аналогия. То есть… – Есть много разных способов перейти из ритуально неправильного в состояние ритуально неправильное. Может отправиться победа в крестовый поход, может купить интульгенцию, или пучка зарезаться. – Ну, вот. Поскольку разные там пласты, источники, неважно. От стандартного жреческого текста, то есть от грунтшрифт, аж, вот, и книга-числа, которая там, значит, следующий этап развития жреческого текста нигде не встречается в таком символическом плане. То есть не встречается еще пару раз. Да. Ну, действительно. Это есть такая тенденция. В поздних текстах, да, появляется такое вот символическое применение формулы Кипр-Аль-Навшет-Эхен. Или просто Кипр-Аль, не знаю, Алаф. Ничем не отличается. Просто они усиливают свою позицию, что они вместо нефеш подставляют жизнь. Но это неправильно, это как раз ошибка. Вот. Я думаю, что это некорректный перевод. Это так нельзя. Вот. Там, ну, можно сказать, выкупать свою жизнь, не знаю, но у них не получится, если неправильный перевод. Вот. В. 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 Еще по другим вопросам, но, наверное, лучше, чтобы по поводу основного вопроса закончил бы дискуссию, а потом я буду по мелким вещам нечего приставать. Тогда, если есть вопросы, то... Вопросов нет. Вопросов нет. Подожди, а Ёмки-пур это что, день очищения, что ли? Ну, да, день очищения. А курица, по которой говорят, что, типа, мои грехи на тебя, это... Нет, а курица здесь при чем? Нет, это какая-то поздняя традиция, я не знаю про курицу. Я знаю про козла. Ну, это поздняя традиция, но тем не менее... Нет, ну, Ёмки-пур это действительно день... Ёмки-пурим несколько раз в Библию употребляется. А Ёмки-пур более позднее слово, но оно от такого же происхождения. Должен сказать, что любопытно, да, я хотел отметить про синодальный перевод, который принято ругать, и я его ругал всегда. Вот, по тем или иным причинам, поскольку мы занимались переводческой деятельностью, мы огласились к нему критически, но оказалось, что это единственный перевод из всех мне известных, там, ну, не знаю, на иностранных языках, вот, который дает последовательный и правильный перевод термина кипер в книге Левита вообще во всей евреческой традиции. Вот, вот этот текст, который мы обсуждаем, он переводится так. «Потому что душа – тело в крови, я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает». Ну, последнее, там, не очень корректно, но, в принципе, я даже не могу себе представить, откуда переводчики синодального перевода подчеркнули эту идею. Не понимаю, потому что это никак не согласуется с тем, как переводили это слово в западной традиции. Я даже думал, что, может быть, у Лютера что-нибудь, или чем мог пользоваться переводчик синодального перевода, но ничего подобного. Там везде стоит вот это что-то такое, типа искупления. И это поразительно. Мне кажется, что это выдающееся достижение переводчиков синодального перевода, хотя даже, действительно, непонятно, случайно это или это сознательное решение какое-то. То есть, вообще, из всех контекстов вытекает именно это значение. А вы спроста так и понимаете, то есть, спроста читать вот тексты, понимаете, как очищение? Ну, вот, я не знаю, наверное, как-то... Потому что, да, вот, все эти экспирейшн и прочее, у меня есть такое чувство, что это возникло где-то из какой-нибудь средневековой традиции, но я не могу этого доказать, ну, сейчас, по крайней мере. Ну, мне кажется, что, хотя мы читаем это во всех словарях и прочее, но такая традиция. Я не знаю. Надо сказать, что, на самом деле, разница между экспирейшн, искупать и так далее, и очищать, она в значительной степени такая эффективная. Вот, общая значимая сема, это переход из ритуальной неправильности в ритуально-правильное состояние. Вот, и вопрос, что там, какой метафора это обозначает, там, не знаю, очищение, искупление, чего-то еще. Единственная разница, что искупление, как бы, более эксплицитным образом подразумевает, что что-то должно отдаваться. Да? Ну... Вот, очищение, какого не подразумевает. Но, в принципе, мне кажется, что, может быть, не стоит слишком подчеркивать из разницы между двумя словами. Не знаю, сам Милграм, хотя он использует слово, эффект экспирейшн, допустим, но он говорит, что слово вообще не хорошее, оно в какие-то теологические коннотации в нем содержится. Это он чувствует. Теологические. Причем не делал? Да. Причем не делал? Я, наверное, ничего не понимаю. Цитирую, да. Я не понимаю, наверное, каких-то важных вещей проявлит, но что же это приношение, это прежде всего искупление, это ведь понятно, да? Оно так без всякой идеологии, оно первобытных людей такое. Ну, нет, не совсем. Да нет, это совсем. Это совсем. Ты отдаешь возмещение за что-то. Это искупление. А, это интерпретация. А еще и не проявление, интерпретация. А вы как понимаете первобытную религию? Не прийдем к интерпретации? А как ты ее понимаешь? Они не пишут ничего. У них нет письма. Да, они ничего не пишут. А это измышление Тайлора. Мне кажется, что это тут немножко... Это некоторые идеи привносятся, им приписываются идеи. Не знаю. Я не знаю, о чем я теология. Я этой географией какой-то занималась и хорошо себя представляю, как тулгусы, так сказать, осмысляют жертву. Конечно, она прежде всего... Есть очистительные ритуалы, они, как правило, имеют другой характер. Это действительно очищение, по аналогии с грязью. Это омовение, всякого рода или огуривание, или прохождение через что-то. Искупление – самый общий образ, так сказать, жертвы. Это жертвы искупления за что-то, во имя чего-то, для чего-то, даже как бы выкупа. Любые деньги, они прямо связаны, так сказать, почему деньги вообще здесь могут фигурировать. Это купля и вот такие отношения дара и обмена. Я даю тебе что-то, чтобы ты мне дал, или я тебе даю что-то для прощения. То есть искупление в основе жертвы... Да, но это одна из теорий, во-первых, жертвы бывают разные. Да, они бывают разные. С разным, с разными значениями, да. То, что там, допустим, не знаю, Юбер и Мосс там написали, это одна из концепций насчет дара. Ну, это необязательно. Это одна из теорий современных, достаточно современных, ну, 20. Это так, что римляне говорили, don't death. Они в Моссе не читали? Нет, конечно, они не читали. Они без него это говорили. Нет, но это просто разные аспекты. Есть... Да, это разные. Я боюсь, что даже мы не можем редуцировать все культуры к одному какому-то общему корню, к первобытной культуре. Это просто разные культуры, разные традиции. Я думаю, что еврейскую традицию нельзя там переписать на какую-то древнеиндийскую. Вот. Это просто разное. Разные... Совсем разные, не имеющие ничего общего. Нет, конечно, есть общее. Ну, вот я и говорю об общем. Конечно, они разные. Это видно, что они разные. Потому что они общие, не так видно сразу. Но оно есть. Но искупление – это не самая общая идея. Это даже уже такие какие-нибудь, не знаю, специалисты типа Хеннингера пишут статью, где он пишет там 10 типов, не знаю, сколько типов жертвоприношения. Разные. Ну, разные. Ничего не поддерживают. Мы не можем отсвести. Есть просьба, да, я ничего, ничего не надо не искупать, я хочу получить что-то. Что-то получить, да? Я приношу жертву, чтобы что-то получить. Это не искупление, конечно. Нет, это один из вариантов, да, но жертва служит для разных совершенно целей. И невозможно ее свести к одному, который вы говорите. Получить замену не обязательно. Это может выражать отношение человека к этому верховному существу, например. Или как там у Смита, это значит общая трапезь в главный элемент жертвы. Это значит соучастие с Богом там в чем-то. Да, но Бог, существенно, ты даешь, да, он получает дым, ты получаешь вот эту жертву. Ты кормишь Бога, ты должен его кормить еще. Это да, да. Да, но все-таки между этой простой идеей и идеей нескупления есть все-таки разница. Ну, есть. Я не говорю, это единственная жертва. Да, да, кормят, да, и евреи кормят Бога. Они что-то знают, да, кормят же Бога. Вот, много сказано было. А вот греки, видимо, Рестав Хантрифсом, птицах, хотели попробовать помешать этому делу. Да, вот. Они, греки там отделяют, что, зевсу в кости, а прикрытый жиром, да. Что-то такое съедобное. Ну, ладно, нет, но это отдельный вопрос. Вот, все-таки, мне кажется, что искупление... Здесь формализованной жреческой традиции речь идет о чисто механическом процессе. Это, я в этом абсолютно убежден. То есть, Бог вообще даже и не нужен для этого процесса. То есть, Он, конечно, присутствует в идеологии, там и прочее. Но ты делаешь совершенно стандартный... Выполняешь набор каких-то вот предписаний, вот. И освобождаешься от скверны, которая тебе в силу того, что ты совершил век, там, или, не знаю, ритуально нечистая, или что-то такое. Ты от этого освобождаешься. Но ничего не требуется. Вот. Ни покаяния, как Мильграм, кстати. Вот пишет такую ерунду. Мне кажется, что вот в этой дискуссии о том, предельном слову КИПП, словом искупления и словом очищения, мы как бы изначально поставили неправильную задачу. Что мы на совершенно другую культуру, просто вообще мир по другому членится, думаем, что из имеющихся с другой рукой концептов натянуть. Не натянуть ни то, ни другое. Потому что, если справедливо отметила Нина Владимировна, очищение, оно подразумевает вот что-то такое, вроде мобейния, чего-то еще. А искупление, с другой стороны, оно сильно подразумевает отдачу от чего-то такого «доут дэс». Да? Нина Владимировна мог несколько текстов привести, что вот здесь нет такого явного «доут дэс», по крайней мере, нет искупления, в том смысле, как у нас. То есть, он напрашивается, допустим, это числа 25, 25-13, да? Где говорится про то, как хорошо поступил этот самый Финьез, что он убил... Пинхас. Пинхас, да. Пинхас, как хорошо поступил, что он убил грешника. Вот, и он, тот же самый глагол, с тем же самым Финьезом, Кипер, Абду, он тем самым очистил снов Израилевых, или скупил снов Израилевых. Но, как бы, это не то, чтобы он какое-то нужное Богу животное отдал, он просто-напросто грешника убил. Вот. А в 17-й главе этих самых чисел, опять, то же самое главу Кипер, с тем же самым симплексом Альм, употребляется, когда что-то такое евреи плохое наделали, Вуатар он взял кадильницу и всыпал туда благовоние, и таким образом он тоже решил действовать Кипер. Это, по-моему, не совсем очищение, потому что он же их не омывал. Но это и не скупление, потому что тут вообще никакой кровавой жертвой не приносилось, а просто немножко ладаном по кадильи. Вот. То есть, в общем... Пахнущий грех... Нет, это просто... То есть, что общее значение действительно перед некоторым действием, убийством грешника, жертвоприношением барашка или сожиганием ладана или чем-то еще, переводить кого-то из состояния ритуальной неправильности или уплатой денег. Четыре способа, какими мы видим. Чаще всего это приношение кровавой жертвы в пищу, в божеству. Но кроме того, убийство грешника, кроме того, каждый день неладан, и кроме того, передача денег на храм, вот четыре способа, с помощью которых можно сделать действие Кипер. Нет в русском языке слова, которое это дело все могло бы сделать. Если мы выбираем очищать, то мы куда-то подравниваем один кусочек нашей сеточки, который с их сеточкой не совпадает. Выбираем делать искупление другую, которая тоже с их квадратником не совпадает. Хочется просто вихти в русском языке киперировать, если мы такие делаем. Нет, но понятно, что слово «очищать» используется в метафорическом значении, это как во всех языках. Потому что понятно так, как вы говорите, с водичкой, но это не обязательно так. Не обязательно, но просто и то другое метафорическое. Когда идет речь о жизненной силе, о жизненной силе, которая приносится жертву, то здесь ближе всего мою жизнь, твоей жизни. Если бы здесь было слово «антипсихон» какой-нибудь, как у греков, «жизнь за жизнь», «душу за душу», «дыхание за дыханием», никаких вопросов, что это очищение бы не было. У метафора сейчас ясно говорят, о чем идет речь. Но когда это не ясно, мне кажется, что если речь идет о жизненной силе, то это жизнь за жизнь, то это «юста леонис». Да, это такая попытка, но все-таки здесь вряд ли это имеет вместительность. Почему метафоры очищения вам кажутся лучше метафоры искупления? Потому что у нас сложная такая семантика, есть разные метафоры. Я слушаю и думаю, ну а почему лучше здесь метафоры очищения? Я не верю, я во внутреннее слово не могу заглянуть, не чувствую его, да, как, не знаю, перелита. Но, ну действительно, какая метафора, и то, и та, и та метафора. Ну да, но дело в том, что все-таки Кипер, как это, даже Мильграм этим занимался, некоторой аналогией с акадским купором, которое имеет значение стирать, вытирать, вот, и в ритуальном значении используется, в медицинском. Так что само Кипер несет в себя, то есть это не совсем безосновательно, вот, но просто, конечно, слово такое, которое нужно как-то сопровождать другими словами, чтобы было понятно, или контекстом. Вот, ясно, что оно метафорическое. Любую из наших метафор, какую мы с тебя не притянули, она не будет точно совпадать с той метафорой. Вот, и спор о том, в то лучшее, что хуже метафора очищения или метафора искупления, он немножко оказывается схоластическим, потому что обоя хуже. Или обоян лучше? Нет, мне кажется, что искупление содержит в себе идею какого-то, не то что подкупа, но ты даешь там божеству и освобождаешься. Этой идеи здесь как раз нету. Ему дают либо барашка, либо убитое животное, либо деньги, либо убитого грешника, либо запхладанное. А насчет барашка, там же, как ты знаешь, жертвы хатат, барашка, не барашка, а там, не знаю, быка сжигают за пределами лагеря. То есть это не на жертвеннике, это не Богу идет. Нет, это не даешь ты ему взятки никакой. Даю. Дым все равно. Я ему даю дух, сжигаю, с приема лагеря сжигается, все остальное. Да нет, даже если все сжигается, они же питаются дымом. Это сказано, нет никакого. Ветких хатат, разве не сжигается? Ну, сжигается, это просто, так сказать, некоторая модификация этой жертвы. На самом деле, в Архаике, по тексту из Эзекиля можно судить, там, может быть, и нет ничего такого. И сказано, что все нужно сжечь за пределами святей. Никакого жира не говорится, который ты на жертву не должен сжечь. В Эзекиле другая система. Ну да, другая система. Вот она, может быть, более архаичная. Не знаю. В общем, не нравится мне скупление. Мне кажется, что это привносит совершенно другой оттенок. А оттенок, понятно, любой английский словарь, когда я смотрю вот эти, там каждый раз упоминается жертва Иисуса Христа, когда они объясняют эти все слова. Экспиэйшн, атонмент и так далее. И это страшно раздражает. Потому что, ну почему же мы так должны понимать древнееврейский текст? Но в дальнейшем в христианской литературе все их тексты лимитно были не так, как они интерпретированы. То есть у него есть, своего рода, некоторый нахлебен в христианской традиции, у этого термина, и он таков. Это не может служить аргументом ни за, ни против, если переводим. Но потом эта метафора обелокует другую жизнь. Да, нет, просто объясняю, почему такая реакция была оттенок. Хорошо. А есть у вас вопрос? Время еще, для мелких вопросов. Не повод, какие-то... Для мелких вопросов, да, можно еще. Хорошо. Просто сравнивать твой предварительный перевод и твой окончательный перевод. И у меня... Я вопрос. Почему ты заменил, переходит предварительный перевод к окончательному переводу, что выражение «жизнь», «нефеш» в 11 АА, «насила»? Ну, это как раз можно синонимически эти слова рассматривать. «Жизнь» как жизненная энергия. Можно опускать всякий эпитет, и из контекста иногда... Ну и просто для изящего, лучше сказать, «жизнь» иногда. Хотя ясно, что это жизненный напор или что-то еще. Это не имеет значения какого-то. Просто, наверное, в этом контексте настолько разные с точки стихов друг другу играют, что лучше сохранять одинобразие перевода. Ну, это трудно. Иногда это бывает даже невозможно. Вот по-еврейски возможно, а передать невозможно. И второй процесс, который к этому близкий, это... Вот у нас опять же такая специфичка. В 11 стихе сказано, что «нефеш» в 1, да? «Что нефеш» заключено в крови. Да. Вот. А в 12 стихе... Сейчас, правильно? Нет. В 11 стихе. В 11 стихе. У нас говорится в самом кончике «кихадам губа нефеш». Да. Ихапе. Получается очень красивый такой перевод, что в одном случае жизнь, а в другом случае кровь в душе. Вот поскольку мы знаем законы математической логики, что если «а» содержишься в «б», а «б» содержишься в «б», то есть истины, что, напоминаю нам шестую главу битерги, сказано просто-напросто, что «дам» и «нефеш» — это одно и то же. Уносится тоже, как можно сохранить какую-то эту идею вложенности в одном случае «а», «б», а в другом случае «б». Это чисто переводческий вопрос. Я просто с этой точки зрения не проработал. Это такие чисто переводческие битерги. Да. Спасибо. 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 Спасибо.